Как вы относитесь к Никите Михалкову и его современному творчеству? Да знаете, мне и не современно его творчество никогда не казалось венцом творения. У него есть удачные фильмы, как, например, прелестная комедия «Сибирский цирюльник», из которой сцена пробега каторжников, я думаю, это один из сильнейших эпизодов в мировом даже кино, потому что там о России и об истории сказано что-то очень важное. Когда они бегут, как бы образуя фундамент строящегося храма. Но, в принципе, талантливый эпизод, талантливый диалог есть почти в каждом фильме Михалкова, но я никогда не понимал, что люди находят в рабе любви, и уж совсем я не понимаю, как можно сходить с ума по неоконченной пьесе для «Механического пианино», когда был фильм действительно великого формотворца Абрама Роума «Преждевременный человек», тоже экранизация неоконченной пьесы, пьесы Горького, но, простите, фильм Роума блистателен, а фильм Михалкова просто копирует его вплоть до некоторых реплик, вплоть до актёров. Жан так много пил и ел, только это и умел, Жан так вкусно ел и пил, что до смерти счастлив был. Это просто такая копия, хотя и, безусловно, творчески преображённая. То есть мне всегда Никита Михалков казался режиссёром довольно вторичным, при том, что он чрезвычайно талантливый актёр, харизматичный персонаж, но, так сказать, зерно его будущего и зерно его эволюции, мне кажется, было совершенно наглядно уже в 70-е годы, а самая талантливая его, как мне представится, картина – это «Пять вечеров». КОНЕЦ